Свежие следы от колес на удобной подъездной дороге – первый признак, что здесь побывали браконьеры. Патрулирование зелёных зон лесная охрана проводят каждый день. С 1 декабря начинается сезон, когда молодые ёлки под особым надзором. Коленбор – памятник природы регионального значения. Здесь почти тысяча гектаров молодняка. В 2009-м здесь был крупный пожар, выгорело 5 гектаров земли. Взамен сгоревших деревьев посадили 4,5 тысячи молодых елей. Сейчас слезят, чтобы на пушистых красавиц никто не посягнул. В предновогодний период, с декабря и январь, специальный коэффициент применяется. Двойка от количества дерева. Две и более – это уголовная ответственность. В рейды с лесниками ходят и полицейские. В первоначале действия необходимо пресечить данные про нарушения. Если человек не согласен, оказывает сопротивление сотруднику лесного фонда, непосредственно мы подключаемся, помогаем, пресекаем данные про нарушения. В последние годы нарушителей становится меньше, рассказывают лесники. В основном елки пилят дачники, чьи участки находятся рядом с лесопосадкой. Бывают случаи, когда лесники сами вырубают деревья. Для профилактических целей, например, чтобы вырастить молодняк, нужно достаточное количество света. Поэтому вырубают деревья, которые его закрывают. Какие вообще бывают нужды? Ну, осветление, прочистка, прореживание. Это уход за лесом. Вот и там от возраста зависит, какое дерево рубится. Спиливают елки на сельскохозяйственных землях в противопожарных целях. Чтобы не допустить возгорания в 2020 году, уже сейчас вырубают хвойные, которые находятся в 50 метрах от больших деревьев. А срубленные деревья поставляют в областные школы и детские сады. Для того, чтобы елочки, которые будут вырубаться на противопожарном разрыве, не выкидывались, а на Новый год дарили радость гражданам Самарской области. Штраф за каждое срубленное дерево составляет от 3000 рублей. Если деревьев несколько, возрастает не только сумма штрафа, наступает уголовная ответственность. Лесники призывают жителей региона не идти на преступление, а купить елку, специально выращенную на продажу. Мария Левина, Николай Епифанов. События.